Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня вспомним святых Кирилла и Марию Радонежских, родителей преподобного Сергия Радонежского. У святого Сергия и родители святы. Но на самом деле это такая тихая святость, святость может быть не очень заметная многим, и не обязательно нужно искать вот непременно каких-то ярких чудес, да, там необычных откровений. Нам-то как раз и нужно тихое, простое благочестие, которое спасает человека в миру посреди вот этих треволнений мира земного. И святые Кирилл и Марию, вот сразу скажу, что они именно покровители семейного счастья. Поэтому и обращайтесь к ним, кто хочет создать семью, кто хочет наладить отношения с детьми, да, или дети, которые хотят наладить отношения с родителями. То есть, в общем, все, кто хотят создать гармонию, подлинную духовную гармонию внутри семьи, мужья с женами, родители с детьми, там, дедушки, бабушки с внуками и так далее, все молитесь именно святым Кириллу и Марии Радонежским. И жаль, что не все это понимают, что именно они являются покровителями семейного счастья. Есть даже икона рода Сергиева, и обязательно обратите на нее внимание. Там ведь кто изображается? Там и Кирилл и Мария, ну там как бы уже они в упокоении, да, то есть вот когда уже на смертном Андре, да, и, но там же изображается преподобный Сергий Радонежский и брат его старший Стефан, а Стефан, кстати, тоже прославлен в лике святых, он в лике святых прославлен, хотя местно чтимый московский святой, но тоже святой. Там же изображается святой Феодор, сын Стефана, то есть получается внук Кирилла и Марии Радонежских, вот, ну еще сын их Петр, он не был прославлен в лике святых, но он благочестив. Вот уже жены Стефана и Петра, вот, то есть мы видим, что действительно целая семья среди которых святые, то есть и родители, вот Кирилл и Мария, Сергий, Стефан и даже внук, внук Федор, он тоже прославлен в лике святых. Вот это, это просто вот сила, это подлинная духовная мощь, поэтому вот им обязательно молитесь. И уже в наше время, в двухтысячные годы, одна женщина приезжала из Ставропольского края в Ходьков монастырь, и ей было дано такое удивительное откровение, она просто, она еще не была, в общем-то, очень так воцерковленный человек и много терпела от своего мужа, который изменял там, обижал ее, бил, притеснял. И вот ей однажды буквально в видении явились вот эти вот угодницы Божии, и они сказали, мы Кирилл и Мария, мы тебя в обиду не дадим. А она даже не знала, что же это за Кирилл и Мария, да, кто это такие, ведь не так давно они были прославлены в лике святых, и вот она стала узнавать, кто они такие, узнала, что это родители преподобного Сергия, что они покоятся их мощи в Ходьковом монастыре, и вот она туда приезжала и, в общем, действительно стала получать такую благодатную духовную помощь от святых Кирилла и Марии Радонежских. И мы знаем такое древнее, в общем, устойчивое предание, преподобный Сергий, он говорил, что если вы хотите о чем-то попросить меня, то прежде попросите моих родителей. Вот хотите, если чтобы что-то вот исполнил преподобный Сергий, то вначале посетите его родители Кирилла и Марии Радонежских, это, кстати, по пути к Свято-Троицкой Сергиевой лавре, обязательно приезжайте, попросите их, потом приезжайте к преподобному Сергию, и вот такая молитва, это будет совершенно особая молитва, совершенно особое прошение, и вот это, ну, конечно, по вере ваше да будет вам, но поверьте, что вот это Господь исполнит. А почему так? Потому что у преподобного Сергия вот с родителями как раз была особая такая взаимосвязь. К сожалению, когда мы читаем жития многих других святых, ну, допустим, преподобный Феодосий Печерский, вот у него не очень складывалось, там, отец вообще как-то он умер, да, а мама, она себя, в общем, вела достаточно так жестко, и он от нее потом сбежал, или вот преподобный Александр Свирский, он тоже просто взял, ушел от родителей, потом, правда, произошло такое вот примирение, он наставил их, чтобы и они тоже окончили жизнь в монашестве, но все-таки ушел он их, как бы бросив. А вот преподобный Сергий, он до конца был послушен, даже, пусть это покажется каким-то таким земным послушанием, да, но все равно, вот это была особая такая взаимосвязь преподобного Сергия с его родителями, и, кстати, поэтому и сейчас вот у многих лаврских монахов, ну, вот как-то сложилось, что если они откуда-то приехали, то вот проходит время, и они тоже родители своих, или кого-то, вот, допустим, там, папа умер, мама еще осталась, или наоборот, еще вот остается отец, вот они их привозят поближе к лавре, и поселяются родители недалеко от лавра, и монахи тоже продолжают оказывать заботу о своих родителях, то есть здесь такая удивительная любовь к тем, кто вот, ну, Господь тебе, кого и дал, как родители, да, чти отца и мать, чтобы тебе было благо, да, и чтобы ты долголетен был на земле, и вот что же это были за удивительные люди? Они из ростовских краев, Кирилл, он боярин, а боярин это что? На самом деле, вот, если посмотреть, это был такой близкий круг к ростовскому князю, то есть советники, был совет бояр, которые помогали в правлении, то есть святой Кирилл, он входил, он был дворянского происхождения, есть разные там, кстати, такие, ну, не то чтобы легенды, но предположения, предания о том, что род вообще восходил к варягу Симону, что это, или точнее Шимон, варяг, который в Киево-Печерской обители как раз создавал, строил храм в честь Успения Божией Матери, вот тот самый Шимон, который при первых преподобном Антоне, при преподобном Феодосии, вот тогда вот он строил, и вот есть предположение, что святой Кирилл, отец преподобного Сергия, он как раз из рода вот этого Шимона, и в ростовских краях там очень много поселков, которые, ну, вот имя Шимон в себя встречает, там Шимонова, там или как-то по-другому еще они звучат, но в любом случае святой Кирилл был человеком непростым, и он часто сопровождал ростовского князя в Золотую Орду, а почему так? Потому что князю надо было выбивать какие-то права, какие-то привилегии, ходатайся о своей земле, чтобы ордынцы не трогали ростовские края, и в одиночку ездить было крайне рискованно, поэтому ездили со свитой, и вот Кирилл, он часто сопровождал его, и он, конечно же, видел все вот эти многочисленные несправедливости, неправда земные, и притеснения вот эти социальные, и эти поездки, они сопровождались, ну, просто вот страшным разорением, потому что Епифаний Премудрый, который описывал житие преподобного Сергия, и, в общем-то, жизнь Кирилла и Марии, он про это и пишет, почему в конечном итоге святой Кирилл разорился, да потому что постоянно приходилось ездить, и там нужно было платить всем чиновникам, от малого до великого, всем плати, 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 давай взятки, да потом тебя еще и ограбят, в конце концов, и выезжали оттуда совершенно без средств, и это были просто, ну, в общем, жизнь в постоянных стрессах, а вот Святая Мария, она больше посвятила себя вот домашнему семейному очагу, воспитанию детей, и мы знаем, что родилось у них трое сыновей, есть предание, что они жили в селении Варницы, и там сейчас целая обитель с училищем, и там даже показывают колодец, из которого по преданию святые Кирилл и Марии черпали воду, ну, во всяком случае, они жили именно в сельской местности, ближе к природе, то есть не чурали с простого такого труда крестьянского, и вот известно, что когда уже приближались роды преподобного Сергия, повторим, что он был вторым сыном, первый был Стефан, а вот потом зачат вот этот удивительный ребенок, и Мария, она приходит в храм, и как мы читаем вот в этом древнем житии, написанном Епифанием, что она находилась в притворе вместе с другими женщинами, и на самом деле даже мелкие детали имеют огромное значение. Это что за притвор? А дело в том, что женщины в древнее время стояли отдельно от мужчин, как бы в первом отделении храма, и получается, что были вот такие, ну, в общем-то, пространные притворы, которые отделяли от основной части храма, и женщины именно там находились. Вот у сербов эти притворы называются «женская церковь», а в Малороссии назывались «бабинец», то есть само слово указывает, что тоже для расположения женского пола, и вот там, когда находилась Святая Мария, то во время службы происходит вот это удивительное чудо, что младенец, еще будучи в утробе матери, трижды прокричал, и, как пишет Епифания, он заверещал. В начале, первый раз это когда? Перед чтением Евангелия, потом второй, при начале херувимской песни, и же херувимы, и третий раз при возглашении священника со святыми дарами «Святая святым», «Вон мем святая святым», и ребенок возгласил третий раз, а рядом все удивились и подходят к Марии, спрашивают «У тебя ребенок? А где у тебя ребенок?» Она говорит «Да нет у меня, может быть, кто-то еще, спросите у других», она испугалась, они говорят «Да нет, это вот такой же голос исходил от тебя», и она говорит, что на руках у меня нет, но вот я ношу в себе, да, ребеночка, ожидаю, и вот такое чудо, оно действительно произошло, и впоследствии священник, который крестил, крестил преподобного Сергия, он и объяснил, что вот это троекратное возглашение означает, что сын станет служителем Святой Троицы, и со временем он сам как обитель Святой Троицы будет, обитель Святого Духа. И вот, конечно, удивительное такое чудо, и непонятно, как это произошло, потому что рационально объяснить невозможно, но на то оно и чудо, что оно выходит за пределы привычного, за пределы естественного понимания, и для нас что здесь важно? То, что он прокричал не где-то на улице, да, не на скотном дворе, там еще не где-то, а именно в храме, там, где прославляется Господь, что это произошло не во время пиршества, а именно во время богослужения, то есть ребенок, его, смыслом его жизни будет молитва и служение Господу Богу. Он прокричал, он не тихо как-то возгласил, да, а именно громко, чтобы слышали другие, и как некий вот свидетель, что его собственное служение, оно громко пройдет по всем пределам русской православной церкви, и преподобный Сергий, он действительно всех за собой потянул других святых, да, то есть его смиренное тихое слово, оно стало громким, расходясь по всем пределам простором русской православной церкви, и он провозгласил не один раз, а трижды, да, как бы знаменный, что он действительно станет служителем Святой Троицы, и вот потом происходит уже главное, то, что он появляется на свет, рождается, и с этого момента уже маленький младенец учит свою маму строгому воздержанию, потому что оказалось, что если мама вкушала мясную пищу, то в этот день ребенок совершенно не прикасался материнскому молоку, ну, а для мамы это что, она, во-первых, испугалась, что может быть со здоровьем чего-то не то у ребенка, и там расспрашивала других женщин, и показывала им ребенка, они смотрят, он выглядит как вполне здоровый, да, проявлений болезни нет, и потом она заметила, что это было связано со вкушением мясной пищи, она отказалась, то есть получается так, что ребенок уже учил родителей более строгому воздержанию такой вот монашеской аскези, а на сороковой день пришли его крестить, и, в общем-то, высчитывается, высчитывается, что родился преподобный Сергий у Кирилла и Марии 3 мая по юлианскому календарю 1314 года, а на сороковой день его крещения как раз на память апостола Варфоломея, и крестит священник Иерей Михаил, и вот он дает вот это, нарекает это имя Варфоломея, что значит сын утешения, потому что младенец действительно становится утешением для своих родителей. После крещения Варфоломея, будущий преподобный Сергий, вот он еще маленький младенец, он по средам и пятницам вообще не вкушал материнского молока, и, конечно же, родители очень переживали, и предлагали коровье молоко, он его тоже не вкушал, также, если приводили кормилец, он и от чужого, от чужих сосов тоже не питался, и была такая вот, то есть, особая младенческая уже у него аскеза, и надо понимать, что для родителей это было ведь и большим переживанием, что ребенок вот так вот ведет себя непривычно, но их молитва, их вера в то, что Господь все-таки даровал им такое благословенное чадо, она припобеждала все, и надо сказать, что вот то знамение троекратного возглашения, оно к чему привело, что родители решили, что если родится ребенок мужского пола, то они посвятят его Богу, и поэтому таким образом они его и воспитывали, а когда в семилетнем возрасте он пошел учиться, то не давалась грамота, и родители опять-таки переживали, и даже вот бронили его, потому что Стефан старший учился хорошо, Петр младший, еще третий сын, ему еще не исполнилось там шести лет, он тоже пошел, тоже хорошо, а Варфоломей, которому семь лет исполнилось, ему не давалась грамота, но видимо для того, чтобы святые вот идут таким путем, чтобы понимать тоже нас, вот как и нам, простым грешным, что-то не дается в нашей жизни, и поэтому мы можем к ним обращаться в нуждах, и они нас услышат, они нам помогут. Вот Епифаний Премудрый описывает, как отец направляет, а святой Кирилл направляет как-то Варфоломей в поле искать лошадей, причем этот фрагмент записан в древнем житии, а потом впоследствии Пахомий Логофет, когда переписывал житие, он исправил, и Пахомий Логофет, видимо, посчитал, что для боярского сына неприлично, чтобы кто-то его направлял там искать лошадей, что это прилично там для слуг, для простых крестьян, и он пишет уже, что ребенок пошел просто прогуляться в поле. На самом деле, отец святой Кирилл именно направил его искать лошадей. Вот это что значит? То, что, конечно, жизнь была у них более простая, хотя они и бояре, они были близки природе, они занимались сельским хозяйством. И еще так скажу, что вот кто не знает, что такое ходить за лошадьми, тот не совсем поймет это. Когда вот маленький ребенок, вот, ну, немножко скажу, что вот я в детстве ходил тоже за лошадями, вот мы с другом, будучи маленькими, там тоже приводили лошадей, это и для детской души тоже очень полезно, но и в то же время весьма непросто, особенно если лошадь, она освободилась от пут, а ты еще не надел на нее уздечки. Вот преподобный Сергий, тогда еще отрок Варфоломей, его направляет отец найти лошадей, и вот он встречает странника-монаха, который такой светловидный, ангелоподобный, вот он молился, этот старец, и спрашивает Варфоломея, чего он ищет, и тот вот рассказывает про свою скорбь, что не дается ему грамота. И этот странник молится о Варфоломее, дает ему кусочек просфоры, и ребенок приглашает его в дом к родителям. А почему так? Из этого мы узнаем, что святые Кирилл и Мария, они очень любили встречать каких-то гостей, да, они отличались гостеприимством и любили давать приют странникам, и особенно любили монахов, тех, кто посвятил себя всецело Господу. И вот когда приходит этот странник, то, ну, они его, конечно, приглашают и к трапезе, но он предлагает вначале пропеть часы. Что такое? Часы – это разновидность богослужения. Вот богослужение, оно делится, в положенное время в течение суток совершается, и часы там есть первый, третий, шестой, девятый, то есть первый соответствует нашим семи часам утра, третий – девяти, шестой час там двенадцати, полудню, а девятый час, богослужебный девятый час соответствует трем часам пополудню. И, видимо, подошел какой-то вот положенный час, когда нужно было совершить вот это краткое богослужение, отпеть часы, и родители приглашают этого странника, сказано, в домовую часовню. То есть, оказывается, у них дома была часовня, то есть особая комната, отведенная для домашнего богослужения, где стояли святые иконы, и где они собирались на общую молитву. И вот там-то как раз вот этот странник, он дает от рукаварфоломе почитать псалмы, все часы они начинаются с псалмов, там три псалма надо читать, и он вдруг начинает легко и ясно читать, то есть в нем открывается разумение грамоты, это стало таким вот благословением Божиим, и вот потом, когда они уже провожают этого странника, то вдруг смотрят, и его уже нет. И с этого поняли, что их посетил сам ангел. Вот такого ангельского посещения сподобились святые Кирилл и Мария Радонежские, и мы видим, что они были очень добрыми и милосердными людьми, но проходит время, и они разоряются. А с чем это было связано? Это 1320-е годы, и где-то вот 1327-28 зима, когда Иван Калита, московский князь, он получает привилегии от Золотой Орды, ярлык на Великое Княжение, и ему в удел отдается Ростовское княжество, то есть как бы на его попечение. И туда, в Ростов, направляется наместник. И вот этот наместник, ну, не знаю, там, сведомо Ивана Калиты или безведомо, он ведет себя жестоко и несправедливо. И поборы, и там все, в общем, так выстраивается, что многих притесняют, кого-то несправедливо наказывают, конфисковывают имущество. В общем, жить становится крайне трудной. Кроме того, в те дни состоялось еще нашествие Туралыковой Рати, из-за того, что Тверское княжество не повиновалось монголо-татарам, и вот направили даже там пять темников, Туралык там и прочие еще четверо темников, и они не только Тверское княжество разоряли, но и то, что рядом находилось, кроме Московской. Вот ростовские края попали тоже под удар, и многих крестьянам пленили, увезли, пограбили, и поэтому Кирилл и Мария, они тоже пострадали, они остались без необходимого содержания. И святой Кирилл, он разоряется, остается без средств к содержанию. И тут что получается? То, что вот Иван Калита, он своему младшему сыну отдал в удел небольшой такой городок под названием Радонеж. Ну, все знают сейчас этот, не так далеко, в общем-то, от Сергиева Посада Радонеж, а тогда вот это был небольшой удельный такой центр, и вот этот князь, он, чтобы привлечь людей, он объявляет некие льготы, привилегии для тех, кто переселится, освобождение от налогов, от разных повинностей. Поэтому святые Кирилл и Мария, будучи в такой вот жизненной нужде, они вынуждены переселяются в поселок, вот это селение Радонеж, где живут недалеко от храма, и там как раз вот, а, от руковарфоломею было около 15 лет, да, и вот там вот они уже проводят жизнь исключительно в молитве, потому что Кирилл, он не мог уже заступать на какую-то государственную службу, силы были уже совершенно не те, его старший сын Стефан трудился какое-то время, а потом что происходит, что вот, значит, Стефан он женился, вероятно, женился он еще в Ростове, потом женился младший сын Петр, а вот Средний Фарфоломей, скоро он будет уже преподобный Сергий, он желал принять монашеский постриг, и родители не возражали против этого, но они сказали, что вот братья твои имеют уже свои семьи, и поэтому им некогда помогать нам, а ты у нас остался один, поэтому ты поддержи нас в конце нашей жизни, когда мы отойдем ко Господу, то ты сможешь исполнить свое желание и примешь монашеский постриг. И вот в Ростовомее, то есть преподобный Сергий, он исполняет это без малейшего ропота, без малейшего негодования, хотя он не знал, сколько придется ему ждать, но, в общем-то, там было всего лишь несколько лет, и когда уже силы Кирилла и Мария скудевают, они принимают сами монашеский постриг в Ходьковом монастыре. И вот тут как раз мы сталкиваемся с еще одним таким историческим феноменом, что, оказывается, изредка встречались такие двойные монастыри, где принимали постриг и мужчины, и женщин. Тут надо понять, что это были за монастыри. Вероятно, это был сначала просто приходской храм, при котором стали селиться старцы и старицы, имеется в виду состарившиеся христиане, которые хотели уже жизнь окончить в монашестве. А ехать куда-то, может быть, было далеко, и вот при некоторых храмах возникали такие своего рода богадельни, ну, не будем называть их давами престарелых, а просто вот некие такие обители, обители, где уже в старости православные христиане хотели окончить жизнь. Это было очень распространено на Руси, я имею в виду, что желание принять в конце земной жизни монашеский постриг, потому что, ну, как рассуждали, что вот мы, конечно, все и веруем, и молимся, и стараемся угодить Господу, но много в мирской жизни грехов. И вот когда уже ты доходишь до порога, то хочется как бы отрешиться от всех вот этих, даже пусть и мелких, пригрешений, и уже с чистой, освободившейся душой предстать пред Господом, и поэтому принять в конце земного своего пути монашеское пострижение, уже как бы в новом таком духовном качестве перейти в мир иной. И вот так вот возникли некоторые монастыри, которые были двойными, то есть для пожилых людей, ранее живших в миру. Потом эта практика упразднилась, буквально там через 100-150 лет. И вот Кирилл и Мария именно там поселяются, а тут происходит еще что? У Стефана умирает его жена, и он тоже принимает монашеский постриг, и поначалу он именно в Хачковом монастыре, а уже потом он вместе вот с Варфоломеем уходит на гору Маковец. То есть как бы он тоже как бы при родителях получается, и они свой вот этот конечный этап жизни проводят именно в этой обители, в молитвах, в смиренном таком служении Господу, и Варфоломей он тоже их там поддерживает. И именно там они переходят в мир иной, и там они были погребены, и уже с тех самых пор пошло вот почитание родителей преподобного Сергия как таких благочестивых молитвенников, которые слышат тех, кто обращается к ним с любыми просьбами. Конечно, почитание преподобных Кирилла и Марии Радонежских, оно во многом было связано с именем самого Сергия, Авы Сергия, которого особенно чтили, как «Вся Россия чудотворца», как «Игумена всей земли русской», и поэтому чтили родители его. Но и сами Кирилл и Мария, они тоже многократно помогали, хотя вроде бы не было общецерковного прославления, часто молились им во время морового поветрия, ходили к месту их захоронения, обращались с молитвами. И вот в XIX веке, вот в Ходьковом монастыре записывали все эти чудеса в XIX веке, там одна, в Симбирской губернии, одна крестьянская девочка Татьяна, как-то вот в зимнее время она упала в реку, и после этого она стала болеть ревматизмом или что там еще, уже трудно понять, что это был за медицинский там диагноз. Но во всяком случае у нее такие вот раны открылись по всему телу, и какие-то шишки вот, от шишек шея на бок, вот, она все время лежала, и от раны сходило какое-то зловоние. И вот потом как-то, когда Пасха приблизилась, то старший брат решил вынести ее на скотный двор к телятам, к ягнятам, ну, чтобы она как бы не мешала светлый праздник отмечать, праздник Пасхи. И она настолько горевала, что вот плакала, молилась, и вдруг под утреннюю пасхальную она увидела какого-то старца, который сказал, «Не плачь, не горю, не скорби, а лучше благодари и молись Богу, и обращайся с молитвами к преподобному Сергию и Кирилле, и Марии». Вот что он сказал. И после этих слов, когда вот так сказал этот старец в видении, у нее раны ее стали очищаться, исчезла вот эта зловоние, и полностью еще не заживали раны, но уже очистились. А мама почему-то думала, что, видимо, она скоро умрет, что вот вроде как бы ей стало легче, такое предсмертное облегчение иногда бывает. Но ей становилось все лучше, и вот она потом решила посетить, конечно, преподобного Сергия, и по пути она зашла в Саровскую пустынь, попала к одному схимнику, и тот говорит, что тебя исцелили родители преподобного Сергия, Кирилл и Марии, поэтому ты обязательно сходи и к преподобному Сергию в Троицкую обитель, и обязательно к его родителям в Ходьков монастырь. И вот когда она это уже исполнила, то у нее прошли остатки ее болезни, и шея ее распрямилась, и вот эту вот историю записали. То есть Кирилл и Мария, даже не будучи прославлены в общецерковном таком смысле, они всегда помогали тем, кто обращался к ним в молитвах. Потом вот их тела, конечно, мощи святые всегда соблюдались, они были как бы под спудом похоронены, но после революции пошло вот это вот разорение, да, и тогда перезахоронили из храма на территории монастыря в отдельном склепе, и уже в конце советской эпохи состоялось обретение святых мощей Кирилла и Марии Радонежских, а в 1992 году, когда отмечалось 600 лет со дня представления преподобного Сергия, то были прославлены Кирилл и Марии в общецерковном смысле, тоже как радонежские святые, и они даны нам как именно покровители семейного счастья, как те, которые слышат нас, как слышит и преподобный Сергий, поэтому будем помнить такой вот завет по преданию, дошедший от преподобного Сергия, что если вы хотите, чтобы я исполнил какую-то просьбу, то вначале попросите моих родителей об этом, Кирилла и Марии Радонежских. Вот будем помнить этот завет, чтить родителей преподобного Сергия, и тогда и наши просьбы он тоже услышит. Святые преподобные Кирилле и Марии Радонежские, молите Бога о нас. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.